Незапланированные каникулы начались у воспитанников детского сада Семицветик. Виной тому вспышка Острой кишечной инфекции. Пока в садике проводят дезинфекцию, Роспотребнадзор ищет причины ЧП. Нашими специалистами в ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, воды водопроводной сети на микробиологические и вирусологические показатели, для того, чтобы выявить источник и устранить данную ситуацию. В Архангельске возбуждено уголовное дело на начальника водопроводной сети водоканала Анатолия Ермолина. По версии следствия, он не следил за тем, как подчиненные ему сотрудники выполняют свою работу. В результате 21 января этого года погибла 9-летняя школьница, провалившись в открытый колодец. Ранее по этому факту был осужден мастер Соломбальского участка Николай Морозов. О том, что крышки на злополучном люке не было, он просто не знал. Командующий Нацгвардией Северо-Западного федерального округа проверяет безопасность Архангельской области. Это первый визит генерала-лейтенанта Сергея Захаркина в наш регион после создания нового рода войск России. Цель поездки – проверка деятельности территориального управления Нацгвардии и всех подразделений, которые в него входят. Сергей Захаркин не спешит давать оценку деятельности управления, но отмечает высокий профессионализм его сотрудников. Подробности в 19.20 в автографе дня. В пятницу 18 ноября возобновится организованная перевозка по маршруту порт экономии деревня Реушенька. Решение об этом было принято на встрече жителей деревни и представителей администрации Маймаксанского округа Архангельска. В поселке зарегистрировано и постоянно проживает 17 человек. Доставлять их на Большую землю и обратно будут с помощью аэросаней «Амфибия». Расписание ближайших рейсов уже составлено. В пятницу и в субботу у нас две партии будут осуществляться в день выезд. В 11 часов аэросани доставят на экономию и в 16 часов обратно на поселок, в деревню Реушенька. Организованные группы лиц. По одному человеку, конечно, перевозить мы не сможем, по желанию всех, но организованные группы, конечно же, будем доставлять, чтобы люди могли получить пенсию, купить лекарства, посетить терапевта, закупить необходимый запас продуктов. В дальнейшем аэросани будут работать также по заявкам жителей два раза в неделю. В случае острой необходимости будут привлекаться силы МЧС. Подробную информацию можно получить в администрации Маймаксанского округа по телефону 246-005. Региональный центр стандартизации и метрологии назвал лауреату федерального конкурса «100 лучших товаров России». Так, знаки за достижения в области качества будут вручены четырем предприятиям. Переработчик 2 – Звельска, Рыболовецкий колхоз «Беломор», Архангельский ЦБК и филиал группы «Элим» в Кориажме. Церемония награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России» и «Архангельское качество» пройдет 15 декабря. В Архангельской области стартовала всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». О фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут сообщать по круглосуточному телефону доверия 216-855 и по номеру 41-16-16. 25 тысяч туристов посетили Соловке в сезоне 2016 года. При этом десятая часть из них – иностранцы. Наиболее популярными местами посещения стали Спасопреображенский монастырь, Зайцкий остров и экспозиция «Соловецкий лагерь», разместившаяся в бывшем лагерном бараке. На «Соловецких турмаршрутах» работали 53 экскурсовода. Они провели около 3000 экскурсий. Сегодня в Архангельске в Музее художественного освоения Арктики проходит всероссийская конференция к 150-летию со дня рождения Александра Борисова. Этот живописец стал первым мастером кисти, запечатлевшим красоту российской Арктики. Ученик Ивана Шишкина и Архипа Куинджи он стал первым русским художником, побывавшим за полярным кругом. На новой земле он написал свои первые полярные пейзажи, которые открыли миру, неизведанную до этого времени живописцами Арктику. 2016-й в Поморье объявлен годом Александра Борисова. Архангельская художественная школа номер один отмечает полувековой юбилей. В ее стенах азам живописи обучаются более тысячи мальчишек и девчонок. Среди выпускников первой художественно успешные ныне художники, архитекторы и дизайнеры Алексей Григорьев, Николай Федоров, Михаил Трещев. Художественная школа – это огромный живой организм, в котором рождается, преобразуется, и творческая энергия выплескивается на работы, впечатления остаются всегда теплые, светлые и легкие. Наши дети – они самые лучшие, потому что они смотрят на мир совершенно по-другому. 15 ноября в гостиных дворах откроется юбилейная выставка художественной школы. Сегодня в Архангельске облачное с прояснениями погоды. Небольшой снег на дорогах гололедится. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем от минус 3 до минус 6 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй и благоприятный. Будьте внимательны на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова